ПЕСНЯ ПЕСНЯ Это песня об одном парне, который полюбил девушку, а ему ее не отдают, потому что он бедный, а невеста богатая. Так он взял и украл эту девочку, увез ее ночью. ПЕСНЯ Огрую Молодец и Wissenschaft Врина им Это моя песня, я написала ее года два назад. Называется она «Ратьяса ночью». Написала и текст, и музыку. Всю жизнь я танцевала, пела, плясала. А с 80 лет начала писать. Первую книгу я написала, вот эту «Судьба цыганки», о своей семье, о своих родственниках. Но я никогда не думала, что я в жизни когда-нибудь я напишу какую-нибудь песню. И вдруг заслышалась мне музыка, я написала «Ты моя звезда». Потом, значит, вдруг другая песня. Гляна, вот она. «Новая геля», новые песни. У меня брат композитор, Петр Степанович Деметро. Я всегда пела его песни. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Это мои любимые писатели. Лев Толстой написал «Живой труп», знает хорошо «Цыган», слушал «Цыган». Умирая, он сказал «Жаль мне, что я никогда больше не услышу цыганскую песню». Это Лев Толстой. Ну, Пушкин, конечно, и говорит нечего, цыганы шумную толпою по Бессарабию кочуют. А Чайковский написал «Мой костер, чтобы он не светит, искры гаснут на лету. Ночь у нас никто не встретит, мы просимся на мосту». Но эту мелодию многие переписали, и сейчас в народе поет «Мой костер в тумане светит». Уже иначе. Ну, о Чайковском говорить я вообще времена года, играю и люблю все его мелодии. Говорит не мне, маленькому человеку, о таких великих людях. Я им благодарна, кланяюсь им и люблю их, вот держу у себя дома. Ко мне сегодня в гости приехали мои дорогие родственники. Надежда Георгиевна, она доктор исторических наук. И ее драгоценнейший муж Владимир Константинович. Комиссар по культуре международного союза цыган. Вот мы с ними чай пьем, или пирожки кушаем, и песни сейчас запоем. Ну, начинай. Начнем? Субтитры создавал DimaTorzok Я написала «Датунчар» на диалекте венгерских цыган. Мы с сестрой Ниной Степановной танцуем «Датунчар» с тех пор. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 а она вполне может соперничать с самым настоящим фольклором никогда в жизни не скажешь это авторская песня просто совершенно изумительная вещь и сколько бы раз ее не исполняли моей тетушкой на эстраде на концерте я не знаю но всегда зал просто взорвался аплодисментами все никогда не было равнодушного приема вот этой песни я хочу просто сказать что мы очень часто заезжаем к своим тетушкам любимым и очень часто это бывает когда ты устаешь тебе тяжело в Москве пробки очень много дел нехватка времени ты заезжаешь сюда рассчитывая там на 30-40 минут ты сидишь часа два одна берет гитару другая садится за рояль они начинают танцевать петь тебя поднимается настроение ты уезжаешь отсюда совершенно другим человеком столько энергии в этих женщинах несмотря на их возраст столько тепла столько радости они дают ты улалеку ты улалеку У нас много, у нас семья очень большая. В какой бы дом вы не вошли, вы всегда увидите фотографии дедушки, бабушки, всех наших дядей, дяди наших, тети и так далее. Но бабушки и дедушки на фотографии, все просто для нас это как икона. Мы перед ними буквально преклоняемся. Мой отец родом из Венгрии, он кочующий цыган. Он был мастером по изготовлению медных музыкальных тарелок для оркестра. Ну а мама жила в России. Табор моего отца пришел из Австро-Венгрии в Россию. Но долго они по России кочевали и вдруг остановились в Новом Осколе. И тут он встретил Пашу, мою маму. Сосватал ее, обвенчались и увез ее кочевать. Вот я на днях написала стихотворение. Он ловкий был, глаза сияли, станок чеканный изобрел. Тарелки медные сверкали, их вычеканивал на нем. К кочевью Паша привыкала, ее весь Ставр полюбил. Талантом всех их восхищала. И Ишван очень счастлив был. С тех пор прошло немало лет, как появилась Яна на свет. Мы все благодарны матери своей. Воспитала честными семеро детей. Благодаря бабушке у нее сыновья выучились. Один Петр Степанович – композитор. Второй Георгий Степанович – это папа Надежды. Доктор педагогических наук. А еще один сын – это дядя Надежды. Это Роман Степанович Деметер, который сочинял стихи. И сам пел прекрасно. ПЕСНЯ Вот такие творческие люди, я не знаю, каким образом. Ну ладно, мужчинам, мальчикам. Их было трое сыновей. Им дали специальное образование. Но как-то женщинам в цыганской семье не принято давать высшее образование. А на родительском собрании за партой сидела один раз. А так я сказала тебе, «А что, тебе не жалко, что я колокольчик, школьный колокольчик не слышала?» А ты мне ответила, «Ого, колокольчик ты не слышала?» И то, что натворила. А если бы ты училась, что бы ты натворила? Если бы ты училась, я запомнила твои слова. Это точно, это точно. Школьный колокольчик. Школьный колокольчик. Я никогда не слышала школьный колокольчик. Я никогда не училась, нигде мне никогда никто не учил, в жизни никогда ничего, кроме мамы, которая показала мне азбуку. Но я с 6-7-летнего возраста все стремилась к учебе, училась, училась, старалась писать. 7 лет мне было, я уже умела писать, мама научила меня азбуку, я уже по складам читала. И так постепенно, постепенно я сама научилась и писать, и читать, а потом подсмотрела, как брат занимается музыкой. И я там услышала Доры, Ми, Фасоль, Асидо. Я зафиксировала и начала учить. А потом уже, когда взрослая стала, внук стал, он пошел учиться на скрипку, я его отдала учиться. А преподаватель мне разрешал на общем курсе, общий курс фортепиано. Я приходила на общий курс, и не только для того, чтобы помочь внуку, а для того, чтобы впитать в себя то, что педагог говорит внуку. И таким образом я добилась до того, что я разбирала по складам и сонату Бетховена. Третью часть, лунная соната Бетховена. По нотам, по нотам. По нотам разбирала, по складам, по складам. Третью часть, лунная соната Бетховена. Получилось так, что в 94 у меня уже совсем память изменилась. Я уже так не могу сыграть, как я играла в 93 года. В 94 мне уже теряю, я теряюсь. Когда я одна, я сижу, удовольствие получаю, и ошибочки никакой нет. А если кто-нибудь посторонний, уже моя память изменяет мне. Это удивительный человек. Удивительный человек. Если сказать, что мы скоро будем отмечать 100 лет, это ведь, да, как-то верится и не очень. Но это удивительный человек. Это ее энергия. Ее вот это творчество, которое в ней живет, оно не покидает ее. Оно все время с ней. Это стихи, это музыка ее, это книгу, которую она недавно писала на русском и потом перевела на цыганском, чтобы цыгане не забывали свой язык. Вот, и, конечно, это уникальный человек. И надо сказать, что переживший много в жизни. Ну, кто не пережил войну, да, вот, во время войны. Она очень много страдала. Но, однако, после войны, вот сразу, в ближайшие времена, вот посевоенные, она с мужем создала цыганский ансамбль. Они вдвоем руководили им. Она была балетмейстер. Она писала музыку. Вот такая Ольга наша, Ольга Степановна, да, ну, так бы. Ольга, Ольга, она даже ей нравится, когда ее так величают. Ей не получится, а просто Ольга. Сестра Ольги Степановны, Нина Степановна, больше 25 лет проработала в театре, выполняя свою творческую миссию. Больше 25 лет. И очень успешно работала в театре. Это удивительные люди. В последнее время, буквально последние лет 10, появился такой новый жанр, он очень интересный. Жанр мемуаров. Мемуаров стали, ведь чем они ценны для нас? Цыгане никогда не фиксировали свою историю. Она всегда была устная. А поэтому она была рассчитана, ну, сколько, может быть, одно поколение, два поколения. Все, что было сзади, уже ничего не помним. Но самое интересное, что начало этому жанру положила женщина. Вот так вроде бы не традиционно для цыган, но это случилось так. Какая женщина? Ольга Степановна Деметер. Моя тетя. Кроме меня. Еще какая-то женщина. Это вы. И положили начало целому жанру. После вас стали все мемуары писать. Чем они ценны для меня, например? Я думаю, что для всех людей, которые интересуются цыганской историей и вообще. Во-первых, ей есть о чем писать. Она пережила такую интересную жизнь, очень насыщенную. Она родилась недодолго до революции. Она пережила НЭП, сталинские репрессии, Великую Отечественную войну. Она столько пережила, поэтому рассказ о семье в основном идет, но на фоне всех этих событий, которые были в истории России. В революцию очень удивлялись цыгане, что русские с русским дерутся. За что дерутся? Им ничего не нужно было. Только воля, свобода цыганам. И они не вмешивались ни в какие дела политические. Мне бабушка рассказала, у нее была рука повреждена. И я спросила, как это она руку повредила? Когда мы кочевали, вот последнее время, это было мне лет шесть. Очень суматошно собирались скорее переезжать. А ребенок у нас был последний у мамы. Роман Степанович. Ее виситут. Ему и годика не было. Он был сильно-сильно запеленан. Она его держала на левой руке. Бугорок. Отец не заметил бугорка. И дерева свалилась. Мама упала. Сохранять ребенка, она упала на локоть. А ребенок вот так вот пошел прямо по земле. Вот так. А я упала. Сверху я держала корыто и ела яблоко. Я упала с корыто. С корыто вместе упала на землю. И корыто покрыло меня. Я вдруг слышу, мама кричит. А где Оля? Оля, Оля? Оля где? Значит, она видит, что в благополучии Рома. А теперь ищут Олю. А сама уже она в истерическом состоянии с рукой. Ну, быстро поехали, собрались, поехали прямо в больницу. Вдруг доктор увидел их. Это что там за люди стоят? Ну-ка, идите сюда, идите, идите, идите сюда. И сразу маму взял палату и делал ей операцию. Моментально делал ей операцию. И так, благодаря Господу Богу, все обошлось. И он даже ничего не взял с ним. Вот какой был доктор. Мама вышла вот так вот с гипсом к нам, ко всем. Тут все шатры, все цыгане собрались. И все пустились плясать. И папа, и все. А потом и доктор заплясал. И медсестры заплясали. Белые, на всех белых халатах, на цыганах все пестрое. А на сестрах все белые. И доктор пляшет, обнялся с папой. И так они пристали, что я, когда писала свои мемуары, книгу, я очень хотела сделать эту зарисовку. Но мне никто не помог сделать эту зарисовку. А я хотела отобразить этот домик частный. Три ступенечки, как сейчас помню. Три ступенечки. И как мама вышла. И какая у нее была прическа. А на утро доктор сказал, разъезжать пока сейчас в Просковине Китичичной нельзя. Потому что у нее сильный перелом костей. И это сотрясение ей будет очень тяжелое. И тогда весь табор уехал в Белую церковь. А мы поехали в Москву. А в Москве жил ее брат. Ольга Степановна в своих мемуарах пишет. Это были такие времена, когда начались уже после, дай по, репрессий. Обвиняли в шпионаже. И забирали, конфисковывали все, что у них было. Золото, золотые монеты и так далее. Дедушку моего обвинили в шпионаже, во-первых. Как будто бы он передавал... Уж я не знаю, какие сведения он мог передавать там польскому королю. Есть выписка из протокола, как его арестовали. Так у вас дыбом волосы поднимутся. Сколько на него дел. Как будто бы он какие-то тысячи людей направлял куда-то на убийство чиновников. Это ужасно вообще. Ну, мы все пережили и переживем. И ваучеры пережили. Все переживем. Был такой период, что запрещали романцы петь не только цыганам, но и русским. Всем запищали. Церкви ломали. От венца, от регистрации, поклон к Ленину ходили, кланяться. Это было так смешно. Но мы все это пережили. Мы сочинили песню. Ой, я вам бы сказать, такую песню с мужем. Значит, нам не давали петь. А мы сочинили. Про трактористку. И вот так вот каблучками со сцены уходили, будто бы... Трактор отображали. Отображали трактор. Вот какое у нас было положение. А иначе нас могли бы уволить. Остались бы вообще без хлеба. А брат мой был композитор, муж был поэт, я тоже поэтесса. И мы вот сочиняли разные песни о Ленине, о Сталине, о тракторе. Вот у нас есть масса. У нас есть такой подскрип колес, под вой осенней непогоды. Бродил цыган по свету. Много лет Бродил гонимый и голодный, Чужой для всех И по чужой земле. Рукою нецмелый Раскидывал шатер убогой И плакал в нем Кочевник одинокий. Те времена прошли. Октябрь Великую семью народов Как жавного цыгана принял. И родина, и страна Советов Стала для цыган. Поет цыган. И в песнях о труде Он славит родину, Страну Советов, Где он семье великой, Счастливый и свободный сын. Тяжелое время какое было, Что мы сочиняли вот эти вот Песни о Ленине, о Сталине. А папа вышел, Когда из тюрьмы пришел, Его реабилитировали. Он, невзирая на такую На такую жизнь тяжелую, Что все ломает, Он не испугался. Он написал, Мы едим, пьем, веселимся, И Бога не забываем. На цыганском языке он это написал. Муж мой написал, Партия к победе нас зовет. И получилось так, Что на сцене пели Партия к победе зовет, А в народе пели Папину, Папин текст. И народ не принял, Цыгане, наш текст, А принял текст Папин. Мелодия одна, Но текст разный. Папа очень смелый человек был. Очень добрый, смелый, Трудолюбивый, Талантливый. Мы его все очень любили. А потом война, В 41-м году пережили много. Многих взяли на фронт, Человек 10 из театра взяли на фронт. А вообще мы работали, Госпитали обслуживали. И самое трудное было, Что это когда заходишь в палату, Где у одного нет руки, И у другого нет руки. Но им хочется поаплодировать нам. И вот они объединяются, И аплодируют. Один и другого. У одного правая рука, У другого левая. Это было очень трогательно. А сейчас мы спляшем, Как пристали в госпиталях. А сейчас мы спляшем, У каждого левая, И в госпитале, У каждого левая, И мы спляшем. Ольга Степановна, как это вот, ну такой она человек, она не останавливается ни на чем. Вот цыганская интеллигенция, она не теряет корни цыганские, она наоборот в цыганскую культуру поднимает совершенно новую высоту. Надежда Георгиевна написала историю цыганскую, новый взгляд, а я уже 20 страниц перевела на цыганский язык. Я хочу, чтобы не только на русском языке была, но и на цыганском языке, чтобы была история цыган. Вот такой словарь уже вышел. И это тоже уникальное издание, потому что это небывалый случай, чтобы цыганка Келдерарка написала словарь другого московского диалекта. Ну вот как это получилось? Дело в том, что молодежь, артистическая молодежь, студенты театра ромэн, это люди современные уже. И им нужен наставник, чтобы проникнуться традиционной культурой. Пригласили Ольгу Степановну, как такого, значит, эксперта с огромным опытом, педагога, чтобы она с ними занималась. И в частности учила их языку. Она посмотрела и понимает, нужен словарь. А традиционный репертуар цыганский у нас в основном на московско-цыганском диалекте. Это так давно пошло. И вот, соответственно, нужен словарь. Вот он есть словарь. Даже при этом небольшом объеме словаря, да, в конце есть приложение, тексты, с которыми можно работать. Это и стихотворение самой Ольги Степановны «500 лет в России», и небольшая пьеса, да, что очень важно для молодых актеров, чтобы они могли как-то вот на таком реальном материале себя опробовать. Песня «Кораллы» и мои слова, и моя песня. Очень веселая танцевальная песня. Это артистка Филимонова пришла ко мне, попросила, чтобы я ей сделала новый танец. У нее был танец, танец городских цыган, но ей захотелось танец венгерских цыган. И вот она пришла ко мне позаниматься, Татьяна Филимонова. Поехали, туда идешь. О, локтем как. А теперь повороты. Пошла. Так, так. Больше плечами, когда поворот делаешь. Вот где. Не это место двигается, а вот это. Раз, два, три, четыре. Да. О, и важно. Ведь цыганка показывает свою важность, когда она танцует. Важная она должна быть. Важная волевая. Понимаешь? Этот портрет нарисован художником Берштейном. Это его дочка. Соня Черменская, моя ученица. Она не стала танцовщицей. И вот эта раскрепощенность, которую я вижу, вот как она читает лекции, как она защищала диссертацию, потом по работе у нее была масса моментов, когда была большая аудитория, она совершенно ее не боялась и шла смело, потому что, когда Ольга Степановна начала ее учить, она не так могла руку повернуть, не так ногу, и мы ей переставляли. Очень скованная была. Скованная была. И вот эта свобода цыганской души, она вселила, вдохнула в нее. И моя дочка, она несет это, и пользуется вообще потрясающим успехом. Если какая-то вечеринка, нужно станцевать и плечиком повернуть, я, конечно, очень благодарна Ольге Степановне за это. Потому что она, и кроме всего прочего, вот для меня лично, она очень умный человек, мудрый человек. И по жизни она мне очень-очень много помогает. Вот в России всегда все опаздывают, да. В пять лет вы опоздали в хореографию, в шесть лет вы опоздали в музыкальную школу, в десять лет вы опоздали в художественную школу. А Ольга Степановна в шестьдесят лет села за рояль и выучила Бетховина Рахманинова и играет его со сцены. Я пригласила посмотреть мою кассету Олечку Черменскую. Она художник, она изумительный человек. Где же Артемчик, надо же мне представить. Это мой сосед и самый любимый человек. Он мне во всем помогал, я ему так благодарна. Без него я ничего бы не сделала. Он помогает мне создать вот эту кассету. Я мечтаю, чтобы показать мои труды. Это из хореографической группы, которую мы организовали с Владиславом Петровичем Демитром. Мы организовали хореографическую группу. И вот это наши дети танцуют. Много лет держался. Все эти дети выросли, даже замуж вышли. А сейчас моя ученица, которая оставила ей танец, она пришла девяти лет в студию хореографическую. Я ей поставила танец. И вот она уже выросла. Аня Заика. Пришлось потрудиться с ней немало. Она очень хорошо танцует. А это мой внук играет на скрипке. А компонирует Елена Осипова, Алеша Дулькевич. Он играет всю эту, над которой я работала целый год. Из архива брата, Петра Степановича, композитора, я взяла шесть мелодий. И я делала разные вариации сама. А вот это Бориев, председатель общественной автономии российских цыган. Это уникальная семья, которая является примером для всех цыган всего мира. Я от всей души хочу поблагодарить их и сказать, что такой талант, такой дар, как «Восьмым чудом света» назвать просто не нельзя. Это «Восьмое чудо света». Поэтому здоровья вам и вашему таланту. Спасибо вам огромное. Я попросила Татьяну Журавецкую спеть песню мою любимую. Для меня, как роман своей певицы, это, может быть, кто-то считает песню, а я считаю, что это прекрасный романс. Называется он «Ты моя звезда». Всегда ты и повсюду, как призрак передо мной. Казалось, что забуду, но ты опять со мной. Я верю, вновь мы будем с тобой весну встречать. Я знаю, друг без друга нам счастья не сыскать. Ты моя звезда, моя любовь, моя любовь. Ты моя звезда, моя любовь, моя любовь. Я никогда не разлучусь с тобой. Я когда играю, то мне кажется, что я снова нарождаюсь на свет. Я так люблю музыку. И так мне хочется, чтобы все любили музыку, чтобы все умели играть на каком-то инструменте. И меня так это вдохновляет. Мне жить хочется. И я все время только жалею. Если вот я скоро уйду из жизни, я жалею музыку. Очень жалею. А теперь Рахманинова сыграю кусочек. Рахманинова сыграю. Субтитры создавал DimaTorzok Вот все, что вам сегодня показывала, все стала писать с 80-летнего возраста. И музыка, и песни, все, и стихи, и пьесу, и рассказы, все. Я все еще продолжаю писать. У меня еще есть чего писать. Так что жизнь продолжается. 94 мало. Дай вам Бог и вам по 194 года. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Дима Торзок